Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как установить программу без прав администратора. Наверняка, скачивая разные программы из интернета и других источников, вы замечали, что некоторые экзешники имеют на ярлыке вот такой вот характерный значок счета, а некоторые программы наоборот его не имеют. И многие задаются вопросом, что же это означает? Означает это следующее, что без прав администратора данные программы вы установить и использовать на компьютере не можете. Что же нам делать в том случае, если у нас нет на данный момент прав администратора? Ответ на данный вопрос будет зависеть от того, для каких целей разрабатывалась программа и с какими объектами файловой системы ей предстоит работать. Многие такие программы прекрасно могут работать без прав администратора, если владельцам компьютера им предоставлены соответствующие разрешения на папку Program Files и используемые ими ветки реестра. Находясь под обычной учеткой, вы можете устанавливать и запускать только те программы, которые не используют системный каталог Program Files. Если же вы запустите установочные файлы приложения, требующие повышенных прав, то во-первых автоматически сработает так называемая UAC или контроль учетных записей, а во-вторых на экране у вас появится окно с запросом пароля администратора. Отключение админом UAC не решает проблемы, поскольку устанавливаемая программа все равно просит вас ввести пароль администратора, что можно придумать в такой ситуации. В этом случае вы можете воспользоваться функцией или правильнее сказать уровнем прав текущего пользователя, который называется AsInvoker, подавляющей UAC и сообщающей программе, что она может запуститься с привилегиями родительского процесса, то есть буквально с теми правами, которые имеются на данный момент у пользователя. Но это не всегда срабатывает. Так в ходе экспериментов нам не удалось запустить несколько программ под обычной учетной записи, но большинство у нас программ все-таки запустилось. И если в файле манифеста программы четко прописано, что запускаться или устанавливаться она должна исключительно с правами администратора, то AsInvoker нам не поможет. Но как я уже говорил, в большинстве случаев это все-таки сработает. Что же нам нужно для этого сделать? Для начала нам нужно открыть блокнот, поэтому нажимаем на кнопочку пуск на экране и вводим блокнот. Находим блокнот, открываем его и вставляем следующую команду. В описании под этим видео будет ссылочка на данную команду. Дальше мы сохраняем этот файлик. Давайте сохраним на рабочем столе. Единственное, что расширение у данного файла должно быть либо BAT, либо CMD. Давайте пусть это будет BAT, имя может быть любое. Давайте пусть это будет Install, например. Нажимаем сохранить. Как видите, на рабочем столе появляется этот BAT. И теперь, перетягивая просто любую программу на этот экзешник, появляется быстро окно командной строки и дальше происходит обычный запуск процесса установки. Нажимаем далее, далее. И когда вы дойдете до шага путь установки или папка установки, нам нужно будет все-таки выбрать другую папку, так как в большинстве случаев доступа к папке Program Files у вас не будет. Поэтому нажимайте. И все зависит от того, куда вы имеете доступ. Да, вы может быть вообще не имеете доступа к диску C, но есть другие диски, к которым вы имеете полный доступ. Бывает такое, что вы имеете доступ не к Program Files, а к папке пользователей. И здесь есть ваша папка учетной записи. Заходите в нее, создавайте папку, например, Programs, и далее устанавливайте именно в этот каталог. Скорее всего, ярлык установленной программы на рабочем столе и в меню создан не будет. Поэтому вам потребуется зайти в папку с инсталлированным приложением и создать ее вручную. Что касается минусов данного решения, то весьма вероятно, что установленные программы не смогут сохранять часть своих настроек, если по умолчанию они должны храниться в тех ключах реестра, которые обычно пользователь не может изменять по причине отсутствия у него права администратора. Но в общем и в целом, как я уже говорил, данный способ является рабочим и позволяет устанавливать вам программы без прав администратора. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok